Всем привет, друзья! Сегодня мы распакуем и протестируем квадрокоптер JJRC с H49, который я покупал по скидке за 12 долларов 87 центов. Но прежде чем приступить, хочу показать вам пиратский корабль из 720 деталей, который покупал за 4 доллара 94 цента. Потратил на сборку в общей сложности часов 5-6, за несколько вечеров собрал. Корабль получился классным, но некоторые детали постоянно отпадают, такие как шпили и корма. Покупал для сына, но оказалось, что детали мелковаты для ребенка 5 лет, поэтому собирал самостоятельно. Более детальная информация выкладывалась в инстаграме и в телеграм-канале. Теперь переходим к нашему герою обзора. Приходит квадрокоптер в картонной коробке, по которой никак нельзя понять, что это за квадрокоптер. Открыв коробку, мы видим сразу файлик с инструкциями, под которым сразу находится квадрокоптер. Углубляясь дальше, мы видим пульт управления и еще глубже находится зарядка и запасные лопасти с инструментом для снятия их. В инструкциях нет русского языка, но английский интуитивно понятный, учитывая, что все инструкции дублируются цветными картинками, сориентироваться очень легко. Квадрокоптер компактный, лопасти складываются в него и для открытия их необходимо нажать на кнопки, находящиеся в корпусе квадрокоптера по бокам. Отщелкивается легко, так же легко складываются. Квадрокоптер легкий, всего 35 грамм и, учитывая габариты, его можно положить даже в нагрудный карман рубашки, не боясь того, что тот отвиснет. Вместе с пультом и зарядкой вес ровно 90 грамм. Чтобы добраться до внутренности, необходимо снять верхнюю крышку. Для этого отщелкиваем сначала 4 фиксатора возле моторчиков и аккуратно отщелкиваем верхнюю крышку. Внутри видим плату и Wi-Fi модуль с антенкой, под которым находится маленькая батарейка. На ней нет данных и я не стал разбирать дальше, так как есть риск, что могу не собрать. Поэтому скажу, что заявлена батарейка на 250 мАч и, по моим ощущениям, так и есть, потому что заряжается она около 40 минут. Во время зарядки горит индикация красным светом и, когда квадрокоптер полностью заряжен, она просто тухнет. От одного заряда он летает приблизительно 5-7 минут, не больше. По управлению тут два варианта, либо пультом, либо смартфоном. Причем в смартфоне можно управлять двумя приложениями. Основное приложение JJRC TST, которое по умолчанию всегда включается на китайском языке. Даже переключив на английский, при следующем запуске будет опять на китайском. Чтобы переключить его на английский, нажимаем на человечка в правом нижнем углу. Далее третий пункт, потом первый пункт и опять третий. Все, перешли на английский. Повторяю, человечек, третий, первый, третий пункты. Итак, переходим в настройки Wi-Fi и подключаемся к точке доступа нашего квадрокоптера. Переходим в приложение, переключаем его на английский язык и на первой вкладке с названием девайс листаем квадрокоптер и пока не найдем наш. После нажимаем кнопку Connect Device, после чего на экране появится картинка того, что видит наш квадрокоптер. Далее по инструкции начинаем управлять. В условиях квартиры плохо управлять им, поэтому лучше запускать на улице при отсутствии ветра, так как он очень легкий и ветер просто будет мешать управлению. Я запустил несколько раз в квартире и все попытки через несколько секунд заканчивались врезанием стены и отваливанием лопастей. Тут обращаю внимание, что для каждой лопасти есть свое место крепления и если их перепутать, квадрокоптер не будет взлетать. Так лопасть с маркером А надо крепить к двигателю А, а лопасть с маркером Б надо крепить к двигателю Б. Если он у вас не взлетает, означает, что либо он разряжен и ему не хватает мощности, либо лопасти стоят не на своих местах, что более вероятней. Фото и видео снимают с разрешением 1280х720, съемка видео с частотой кадров 30 фпс. Замечу, что учитывая стоимость квадрокоптеров и его габариты, качество фотографии и видео получается очень хорошим. Мне кажется, некоторые регистраторы с подобной ценой не могут похвастать таким качеством. Пульт питается от 2-3А батареек. Управлять им тоже не сложно. Для запуска включаем квадрокоптер и пульт. После этого левым джойстиком нажимаем вверх и вниз. После этого нажимаем на нижнюю кнопку рядом с левым джойстиком. После этого можем нажимать правый shift и двигатели запустятся. В полете левый джойстик управляет движением вверх-вниз и поворотом корпуса по оси влево-вправо. А правый джойстик управляет перемещением вперед-назад и по бокам. Управление несложное и на улице у меня все получалось. Но не такое удобное, как у модели H63, где управление идет джойстиком с гироскопом, где направление задается кистью руки. И это, по моему мнению, самый удобный джойстик для управления квадрокоптером, учитывая, что даже 5-летний ребенок с легкостью освоил управление. Когда управлять обычными джойстиками, нужно привыкать. Но у H63 нет камеры, поэтому придется привыкать к H49. Я доволен приобретением и в целом довольно неплохой квадрокоптер получился за эти деньги. Понравилось качество съемки, но огорчила несъемная батарея, так как разрядив за 5 минут заряд, до следующего полета придется ждать, пока зарядится батарея. А не так, как у других моделей. Можно заменить батарею при наличии дополнительной и просто продолжить полет. Продолжение следует... На этом у меня все. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой модели и подписывайтесь на канал. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok